Меня зовут Ян Гинзбург. Я родился в Москве и живу в Москве, работаю тоже в Москве. Искусством начал заниматься в 2008 году, когда общался с тусовкой графитчиков. Но поступил в британскую школу дизайна, отучился там год, ушел оттуда в институт проблем современного искусства. Потом стажировался в Гоцмите и до сих пор занимаюсь искусством. Вообще, мне кажется, очень важно на искусство смотреть, что искусство – это тлен. И мне кажется, искусство должно родиться уже со старушечным лицом художника. Сразу старым, с учетом того, что уже так много всего было сделано, что нужно иметь в виду, что твоя практика в ряду многих других практик. Работа началась тогда, когда я узнал, что будет Евгений Фикс участвовать. Летом я был в ателье у Фикса в Нью-Йорке, и он мне показывал свои какие-то новые проекты. Мы были знакомы до этого уже несколько лет, и Евгений видел мои проекты в Москве. То есть он прямо присутствовал на выставке, что очень, мне кажется, важно. И мы вели какую-то некую переписку по поводу искусства. Летом тот проект, который вот Евгений мне показал, он меня очень сильно впечатлил, потому что, ну, в моих работах, в общем-то, не было никогда отсылок, каких-то прямых отсылок к queer или гей-эстетике. То есть я старался как-то это все скрывать, так скажем. Потому что в Москве, ну, это сложно, мне кажется, вообще показывать или вообще как-либо об этом там разговаривать. Я не могу сейчас проект рассказать, который Евгений там придумал, потому что он его еще не показывал. Тут нельзя об этом просто говорить. Но я вообще хорошо был знаком с тем, что он делает. И, конечно, моя задача была... Ну, я представил, что Евгений такой как бы хедлайнер, а я как бы вот должен на разогреве сделать какой-то некоторый такой как бы субпродукт, как бы, да, который вот как бы введет в контекст там искусства его. Вот. Но как бы так часто бывает, что меня вот как бы приглашают как бы именно вот как бы разогреть, как бы, да, обстановку. А потом я увлекаюсь и уже начинаю делать что-то, во что я вкладываю там душу и просто свою любовь как бы к искусству. Вот. Но изначально это не был какой-то такой проект, который вот как бы с каким-то особенным как бы отношением или вкладом. И я почему-то из всех проектов фикса... Мне очень интересовали вот как бы места, где гомосексуалы встречались в Москве в советское время. И так как это очень сложно восстановить какую-то некоторую историю того, как это все происходило вообще, хотя это очень интересно. Я запомнил, что вот... Такой момент, что встречались у Большого театра как бы. Мне нужен был как бы некоторый такой человек. То есть, мне кажется, у Евгения искусство оно бессубъектное. То есть у него нету какого-то там персонажа или субъекта, от которого ведется там... строится нарратив или проект. А мне очень важно вот как бы... Чтобы было некоторое как бы даже не макументарь, а именно вот такая как бы документальная сторона дела. И здесь получилось так, что я узнал вот эту историю про художника Виктора Дувидо, который абсолютно вошел в ряд всех моих как бы других художников, с которыми я работал и еще там начинаю работать. Виктор Дувидов как бы был открытым гомосексуалом, хотя про это не принято там говорить. И просто говорят, что ну у человека были какие-то некоторые там проблемы. И он из-за этого вот как бы пострадал в своей жизни. А второе это то, что он безусловно в искусстве начал рефлексировать на этот счет. То есть думать там как быть собой. И он находился... Виктор Дувидов находился на особом каком-то некотором статусе в искусстве. Потому что на самом деле он никакой не Виктор Дувидов был. А он был no name на самом деле. Потому что он из испанской семьи, которая скорее всего погибла во время Второй мировой войны. То есть это назывались испанские дети. И Дувидов в этом смысле был принят значит в еврейскую семью. Вот семью врача. И стал как бы советским гражданином. Ему дали там имя, фамилию и все дела. Но многие там художники говорили, вот там взыграла его испанская кровь. Горячая испанская кровь как бы. И Дувидов очень любил балет. Вот. И был частым зрителем Большого театра. То есть у него был как бы полный доступ к телу как бы танцоров там и всей как бы этой истории. То есть мне очень нравится как он вошел как бы в роль. Понятно, что его могло интересовать не только там искусство, но вообще среда как бы вот эта вот балетная как бы. И он придумал как бы да, как вот что я художник и я вас буду рисовать. И что отличает Дувидова, что довольно странная как бы история, это то, что как бы я считаю, что Дувидов квирнул детскую иллюстрацию советскую. Он проиллюстрировал наверное больше двухсот книг. Я вообще за ним давно как бы следил, но вообще когда смотришь на детские книжки советские, есть какой-то странный вайб там условно говоря. Вот. Какая-то граница там между взрослыми, детьми нарушенная, постоянная. Да. Яркие цвета там какие-то слишком яркие. Вот Дувидов как раз сильно отличается от всех других детских иллюстраторов своей как бы гипертрофированной яркостью. Вот. И сегодня это уже даже немножко как бы комично смотрится, потому что он там часто там рисовал радуги какие-то, еще что-то. То есть у него такие квирнутые, квирнутые персонажи. Так как я все время как бы думал о том, как вот разобраться с как бы советской детской иллюстрацией, как с ним можно, как ее сломать как бы всю эту как бы историю. Да, потому что есть такие монолитные там фигуры, как Кабаков, Булатов, Васильев, Гороховский. И с Дувидовым получилось как бы такой как бы троянский конь как бы в детской иллюстрации. Потому что с ним вот случилась такая проблема, но это как бы слухи, то есть я не могу 100% гарантировать, что так и было. Но говорят, что вот в 63-64 году он сидел, скорее всего, за мужеложеством. Там в тюрьме он делает серию очень интересных зарисовок и портретов. Как это было устроено ему? Заключенные приносили карандаши, бумагу, и он рисовал их портреты. Ну, на данный момент из тех портретов, которые я видел, это около их 20 существует. Возможно, и больше было, конечно. И вдова Виктора Дувидова, она хорошо знала этих мужчин. И она говорит, ну, вот это Роберт, он приходил к нам в гости потом и так далее. То есть жизнь была его довольно странно организована. То есть эти люди появлялись в его жизни, исчезали. Просматривая как бы работы, помимо просто рисунков каких-то, там периодически проскальзывают какие-то гомоэротические вещи. И понятно, что советское искусствоведение, искусствознание, сейчас уже искусствоведение, и современное даже на самом деле, они эти вещи будут как бы опускать и не давать им как бы ходу. Ну, это настолько уникальный интересный кейс про этого художника, что, ну, как бы такие истории должны как бы подниматься. И в этом смысле, когда предложили вот проект делать, все как-то само совпало, потому что я опоздал на самолет и зашел в антикварный салон и смотрел там работы, там были работы Виктора Дувидова, и нашел эту папку. И мне в этот момент начали про Дувидова рассказывать, но сказали так очень аккуратно, что, ну, знаете, он сидел, но я вам не могу сказать за что. Вот. Здесь такая как бы цензура. Понятно, что эти зарисовки были для него каким-то эксклюзивным материалом, что вот он как такой, ну, такой немножко натурализм, да, как бы вот я нахожусь в каком-то особенном месте, и я буду сейчас документировать, как там люди живут, да. Но их нельзя назвать полностью как бы документальными, потому что он был любителем таких как бы формальных вещей, типа Фаворского, например. То есть он прямо преклонялся перед искусством Фаворского, и он почему-то решает сделать такие крепко сделанные линогравюры или просто гравюры какие-то. Вот странная техника как бы, в принципе, немножко уже, ну, как бы она нормальная для печати там в журнале или в печати в какой-то книжке, может быть. Но понятно, что трудно себе представить, чтобы он мог это искусство показать там на выставке где-то или вообще. Но при этом форма этого искусства не была уже модной как бы тогда, условно говоря. То есть это там не альбом Кабакова, например, какой-то, да, или там где можно был спецпоказ какой-то сделать. И здесь есть очень интересная параллельная история. Это художник Леонид Лам, тоже иллюстратор, который в какой-то момент, в 60 тоже каком-то году, ночью, ну, как бы такая легенда как бы, на самом деле. Неизвестно было это или нет, но вот его вдова мне рассказывала об этом. Он облил Маяковского краской, красной, ночью. Потом его задержали. Во время задержания он ногой или как-то в драке сбил портрет Дзержинского. Его осудили в итоге. Вот, он сидел в лагере. Некоторую такую документацию вел в своей жизни. и описал там лагерную жизнь, лагерные рисунки сделал. И эти рисунки там передавал через жену каким-то там сложным способом. Но это все сохранилось. Потом он сделал инсталляцию, эмигрировал сначала в Израиль, потом в Америку, там сделал большую инсталляцию. Какая тяжелая, как бы, обстановка в этих советских тюрьмах, да. И мне показалось это очень интересным, что у Ламы был такой проект, но он был политическим, как бы, да. Но тоже, как бы, сделан в стиле иллюстрации Ламы. То есть, его техника вся там сохранилась. По памяти он, как бы, восстановил какие-то вещи. То есть, он сделал сначала эскизы, потом такая инсталляция. А здесь был выпущен альбом и выпущен довольно поздно. То есть, если это события 63-64 года, альбом 93-го года или 94-го. Что это говорит о том, что... О том, что вот здесь вот как раз есть наше пересечение в исследованиях с Фиксом. то, что в 90-е годы началась вот эта вот декриминализация, как бы, гомосексуалов. И это очень интересный, как бы, момент. И, по сути, мне кажется, здесь... Ну, как бы, мы вот с куратором, как бы, здесь немножко расходится с Денисом Столяровым мнением. Ну, как бы, шутку, условно говоря, говорит. Он говорит, что я сделал, как бы, аутинг. Вот. А я считаю, что там был, как бы, момент камин-аута у самого Дувидова. Но это, как бы, мое предположение. Потому что часть рисунков, они просто похожи на, не знаю... Микс типа Кокто и Тома Финланда. Вот. И, там, Матисса, да, например. Даже больше... Даже больше похоже, действительно, на гомоэротику Кокто. Вот самый близкий такой референс. И это смешно выглядит. Потому что мы видим, как бы, школу Фаворского, гомоэротику Кокто, Тома Финланда. Там, поза все эти, как бы... Названия какие-то очень смешные. Типа, пацаненок, там, или какие-то, ну, какие-то такие, как бы... Вот. Можно посмотреть на то, как... Можно представить, достроить, реконструировать, как это все примерно человек, там, вот... Как у него было сознание, там, 60-70-е годы, когда он жил. В таких обстоятельствах, как бы, где это вообще было невозможно, как бы. И вот эта невозможность существования в этом... Мне кажется, очень интересное само ощущение. Уникальная женщина. То есть ей 90... 90 плюс. С прекрасной памятью. Прекрасно выглядеть вообще. Мы с ней спелись просто. То есть мы с ней очень хорошо общаемся. Она очень любила, конечно, Виктора. Просто она его обожает. У нее очень теплые, как бы, к нему... Теплые к нему отношения. То есть у нее какая-то была очень большая любовь. Но я бы не сказал, что она прям живет, ну, наследие. Но вообще вдова художника — это очень важный, как бы, персонаж. Потому что художники во время жизни часто не думают, что будет дальше там с их работами. В принципе, это нормально, в принципе. И здесь вдова — это всегда такой важный менеджер, как бы, который там решает, в какой музей там попадет работа, в какую коллекцию. Лидия Павловна, она была, по-моему, если я не ошибаюсь, бухгалтером. То есть она к искусству никакого отношения не имела. Но она считает себя, конечно, самым главным ценителем творчества Виктора. И говорит, что он всегда с ней советовался, когда делал работу. То есть хорошо это или плохо. Она им советовала, там, вот это там классно, вот это вот говно типа нужно выбросить. Она так играючи вообще об этом всем говорит. Это, как бы, мастерство круче, чем школа Станиславского. Ничего не понятно, как бы. И все понятно, и ничего не понятно, как бы, одновременно. Я бы так бы сказал. Такие, как бы, откровенные, там, ну, рисунки. Мужчина, она говорит. Очень красивый, просто она там говорит, очень красивый мужчина, например. Какой же был красивый парень. И это очень все, ну, интересно, конечно, с ней вместе обсуждать, там, смотреть. Есть люди, у которых просто есть некоторая насмотренность, есть определенный взгляд. Вот они его включают. И когда ты с ними, например, идешь по выставке или смотришь какие-то работы, у тебя определенная оптика сразу на эти вещи получается. То вот Лидия Павловна, она умеет, как бы, эту оптику, как бы, там, включать, выключать. То есть, как бы, темы какие-то для обсуждения прям сразу отключать. И они, как бы, проходят спокойно как-то, незамеченно, как будто этого нету просто и все. Это так интересный, как бы, такой опыт. Я думаю, что это вот как раз советский такой, как это, как это работало. Просто раз, и все. И оптика уже другая у нас, как бы. Мне кажется, что через вот, как бы, таких, как бы, агентов можно найти. Через этих людей есть какой-то, появляется некоторый ключ понимания к системе, как она вообще там была устроена вся эта. Потому что у Евгения, он как раз, мне кажется, у него такой антропологический, что ли, я не знаю даже как это назвать. Ну, это, как бы, наверное, совсем точно будет сказано. Но более универсальный взгляд на это, позволяющий даже, мне кажется, не обязательно художникам, а исследователям, ресерчерам, да, прикоснуться, как бы, к этой информации, как-то с ней поработать и осмыслить ее. То у меня более такой журналистский, мне кажется, даже бы сказал подход. То есть такая, как бы, попытка выяснить какую-то некоторую скрытую правду от людей. Потому что нельзя доверять истории искусства, да. И нужно все время там пересматривать, перечитывать, находить какие-то вещи, которые меняют наш фокус полностью, перестраивают наше зрение. Иначе мы в оковах, как бы, концепции искусствоведа какого-то, который вот ее там тянет из одной книги в другую. И у нее там все стройно так, все, как бы, складывается четко, структурно, какая-то такая вещь становится. И видно, кто там на первых ролях, кто на вторых, там на третьих. А сейчас совершенно это все нужно, как бы, пересмотреть. Но у этих исследований, у них есть, как бы, некоторая такая проблема, то, что они критикуются, как бы, профессиональными, там, профессионалами, условно говоря, искусствоведами, там, или архивистами. Потому что говорят, вы, там, не сделали ссылки, там, в своей работе. Да, то есть у них взгляд такой, как будто это реальные какие-то там научные работы. И, как бы, очень сложно найти место этих произведений, потому что они находятся где-то между файн-артом, архивными какими-то искусствоведческими исследованиями. То есть у них вот это пространство, оно где-то находится между вот этими областями, их, как бы, связывает, по сути, такой буферная такая зона некоторая. Но мне было важно сделать сочетание, как бы, несочетаемого. Там есть, как бы, некоторый такой экзотический контраст. То есть, по сути, мы получаем произведение, ну, Дувидова в каком-то виде, да, деконструированное, я так бы сказал. У меня была одна архитекторка в гостях, которая посмотрела мои работы с другой серии, она сказала, а что вы здесь вообще сами сделали, как бы. И вот это, мне кажется, очень такой важный вопрос, что нужно вообще, не нужно ничего делать, как бы. Все уже сделано, как бы. Нужно, как бы, вот, там, с контекстами, как бы, поработать. Не очевидные какие-то, там, рисунок, там, какой-то сделать, там, маслом картину написать, а поработать с каким-то сложным контекстом. И мне показалось, что вот сама тема контраста Дувидовской иллюстрации и вот этих рисунков, гравюры из тюрьмы, сочетание их, мне показалось достаточно, как бы, абсурдным. Вот, и я, как бы, немножко улучшил идею Дувидов в качестве ее репрезентации, потому что, ну, как бы, просто альбом, гравюр, там, написать, дело, номер, там, вот, я сидел, ну, как бы, это немножко просто скучно, да, просто и недостаточно, как бы. А вот, там, порвать свои, там, иллюстрации, сделать из них коллаж вместе с своими, как бы, странными гравюрами, это уже как-то интереснее выглядит. Но я эту технику коллажа, ну, то есть, мне как бы вообще всегда нравилось коллаж, но я ее подсмотрел в... когда я был в гостях у Кабакова на Лонг-Айленде, причем в туалете. Там в туалете была вырезка из какой-то детской книги, какой-то очень грубо сделанная какая-то вещь. И я просто вспомнил эту историю, как Татлин попытался попасть в мастерскую Пикассо, чтобы там подсмотреть у мастера, что там, как бы, самые новые разработки, да, самое современное, как бы, искусство. Я нашел вот самое современное искусство у Кабакова в туалете, они, они в мастерской, там, мне просто там три часа показывали, там, новые макеты, новые работы, там, я писал реп, выборил, да, очень, типа, круто, интересно. А тут, как бы, раз в туалете, типа, вот оно как надо делать. Как я говорю, сейчас вот эта вот, как бы, граница между, там, первыми, вторыми, там, официальными, неофициальными, она такая уже стала, как бы, плавающая, потому что это поколение уже уходит, даже частично многие люди умерли. И мы начинаем уже смотреть на, как бы, искусство просто без, без человека, как бы, присутствия человека. Хотя я уверен, что многие, там, искусствоведы, они, скорее, как бы, некоторую охранную функцию выполняют, то есть они, как бы, оберегают этих художников, чтобы на эти работы и на то, как сложилась эта история, не покушались другие. Они, как бы, как, да, сейчас вот, ну, известно то, что я нашел вот эту открытку Кабакова, из которой он жук написал картину, а сейчас нашли открытку, с которой написал Булатов свой горизонт известный. И таких вещей будет, как бы, все больше и больше, и искусство начинает расколдовываться вдруг. Но, как бы, магические всякие вещи, они начинают происходить, как бы, в других областях, то есть там, вот Дувидов, например, да, случайно, как бы, его история, как бы, интересная. И она, как бы, и нелепая, с одной стороны, но, с другой стороны, она похожа на, как бы, в стиле, вот, как бы, московского концептуализма, там, не знаю, Пивоварова, там, Кабакова, какой-то некий персонаж-художник, как бы, да, странный, как бы. И вот эти исключения из правил, как бы, они сейчас являются самым интересным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok